Лучшее в стране Лучшее в стране Это феноменально Вот эти вот аплодисменты, которые звучат Ну, слушайте, как вы все успеваете? Ну, я искусством занимаюсь очень давно И, как это ни странно, интересуюсь, как многие считают, совершенно противоположными направлениями Современное искусство и церковное искусство И поэтому список большой, потому что приходится и там, и там успевать Мы сегодня будем говорить про вот как раз Synergy Art Academy Academy, да, как вы меня научили говорить Вообще, какие в этом современном искусстве, да, есть направления, течения, тренды? Что сейчас актуально? Вы знаете, самое удивительное, что я вот всем говорю Если представить себе всю историю искусства То ранее это такая огромная река, которая текла Я говорю сейчас о течениях, которые возникали Романика, готика, барокко Они шли постепенно, они передавали знамя друг другу И вдруг мы попадаем в XIX век Вторая половина XIX века Начало XX, когда возникает огромное количество направлений И вроде как уже река Расходится на мелкие ручейки, да Ну а что произошло сейчас, в XXI веке У нас просто вот эта река с притоками Она влилась в какой-то невероятный океан И особенность, одна из первых тенденций То, что сейчас невозможно выделить одно единое направление Которое главенствует в искусстве То есть мы видим плюрализм И это уже не... Я буду сейчас сложно, может быть, говорить Я буду пытаться понять Не антагонистическая структура То есть что это значит? Когда существует несколько направлений, например Противоречащих друг другу Ну да, академизм и импрессионизм Вот когда они воевали друг с другом Вот эта революция в искусстве Сейчас такого нет Существует много направлений Все они сосуществуют Пересекаются Границы их размыты И, ну, в принципе, вот этот плюрализм в искусстве Он сейчас доминирует То есть возможно все, иными словами Да А какие, ну, может быть, два, три, четыре Выделим направления, которые вот как раз... Я, наверное, скажу не про направления, а... Ну про стили, может быть, как вот... Нет, на самом деле Я немножко о другом скажу Что сейчас доминирует в искусстве Первое — это взаимодействие со зрителем Это... Мы все с вами знаем по искусству перформанса Я думаю, многие знают Это когда сейчас выходят художники Показывают какое-то действие Имеющие под собой какую-то там концепцию, идею Вот это перформанс Искусство действия Акция И так далее Вот это вот взаимодействие со зрителем Оно все более актуально Потому что, ну, в принципе, что еще может повлиять на человека Как не вот это вот схватить его Чем еще удивить, да? И сказать, эй, смотри сюда Вовлечь в процесс Да, вот взаимодействие со зрителем Второе — то есть когда зритель наравне с художником Становится участником произведения искусства Можно так сказать А второе — я бы выделила вторжение в социальную жизнь Вот здесь уже посложнее, да Ну-ка, ну-ка То есть перформанс — это действие, которое происходит прямо в моменте Но при этом оно, как правило, происходит в рамках арт-институции То есть человек приходит в музей Он осознанно идет в музей Он не знает, какой он получит опыт Но это все в рамках закона Он знает, что он какой-то опыт получит И смотрит, например, перформанс Инсталляцию, что угодно Сейчас появляется искусство, которое происходит вне желания зрителя То есть оно выходит за границы арт-институций Это, например, пуссирайт Люди не ждут этого действия Оно относится, тем не менее, к искусству И весь мир это признают Хотя многие люди пытаются отказываться Осуждают Да, да Но это, тем не менее, искусство Вот это искусство А есть пример созидательного такого искусства, например? Ну, скажем так У нас в России, я не выделю ярких таких примеров В основном это какая-то борьба Есть над чем работать, друзья В основном это какая-то борьба Протест какой-то Борьба, протест, попытка обратить внимание Эпатаж Да, и это то искусство, которое Его особенность в том, что оно Показывает свое влияние гораздо позже То есть, когда мы смотрим на картину Мы получаем эффект практически сразу Либо чуть позже Ну, первый эффект, он уже есть Здесь все последствия искусства Они определяют себя позже То есть, я называю это искусство вирус Как социум отреагирует Искусство вирус, которое заражает публику И только потом показывает свои последствия Все это взрастает в социуме Друзья, у нас сейчас небольшая пауза После которой мы вернемся Непременно к обсуждению искусства Если у вас есть какие-то вопросы Для Елизаветы Оставляйте их в контакте Телерадиоканала Страна.ФМ Потому что там вы найдете публикацию Посвященную визиту нашей гости Сегодня в эфир Страны.ФМ Елизавета Фролова Ответит на ваши вопросы Скоро вернемся Дамы и господа Это телерадиоканал Страна.ФМ Программа «Лучшие в стране» Сегодня у нас в гостях Директор Синерджи Арт Академии Елизавета Фролова Я правильно сказал, Лиза? Да Отлично Итак, что же это такое Синерджи Арт Академия? Это новый образовательный проект Университета Синергия Который возник после арт-форума Мы организовали в мае Очень большой арт-форум в Манеже Давайте подробно обо всем Про форум и дальше Форум на полторы тысячи человек С участием международных спикеров С участием практически всех топовых представителей Нашего арт-мира российского И, естественно, вот эта потребность В образовании, в области искусства Мы ее чувствовали ранее Я, естественно, ее чувствовала ранее Так как я давно в искусстве И мы поняли, что надо это развивать Причем В чем особенность Синергии? В том, что мы решили развивать Не просто теоретическую базу Не просто давать людям знания По истории искусства А объединить знания и теорию По теории и знания по практике Да у вас кто-то это делал Потому что есть же какие-то институты Специализирующиеся Есть частные образовательные учреждения Которые делают курсы для галеристов В основном они для галеристов Мы акцент на галеристах не делали То есть мы сделали первый курс общий Который позволяет человеку Задумавшемуся о том, как заработать на искусстве Получить вот эту базу Но на удивление, так как мы пригласили Уже практиков арт-бизнеса Людей, которые добились успеха В арт-бизнесе Это российских или зарубежных? Российские, зарубежные у нас тоже читают лекцию Те, которые прилетали к нам на форум То нам удалось показать Действительно на таких вот прям Поэтапных решениях Как реализовать арт-проект, например Как открывать галерею Как она работает Как развивать, продвигать себя В том же самом Инстаграм Такие лекции тоже есть у нас В рамках курса вот этого как раз первого Как заработать на искусстве Поэтому вот наш плюс Смотрите, прошел форум Возникла на нем необходимость Создать уже вот школу такую, да? Ну, академию Да, открыли одновременно примерно с форумом И, собственно, как туда попасть Кто учится Как долго учиться И что можно там почерпнуть для себя В этом году у нас только краткосрочные курсы От месяца до трех-четырех месяцев Учебный год в сентябре стартует? Как у вас устроено? Нет, у нас он стартовал с 9 июля Так, то есть вот сейчас вы как раз уже Сейчас у нас учатся уже первые студенты Фактически они приближаются к концу Вот этого первого курса Как заработать на искусстве 13 августа второй курс стартует То есть мы не стали ориентироваться на сентябрь Я знаю, что у многих людей как раз летом Больше свободного времени Поэтому у нас студенты активно учатся Это люди приходят художники, да? Насколько я понимаю Ну, пока что где-то да 90% это художники Хотя вообще у нас очень широкий спектр Не только людей Я имею в виду тех, кто интересуется пока Потому что вот первый курс идет Я говорю именно результаты первого курса На второй, естественно, это будет больше теория По современному искусству, история современного искусства Там, вероятно, придут художники Но уже не в таком количестве А будут люди Молодежи много? Очень много Более того, ориентируясь на нашу страницу в Инстаграм У нас есть своя страница Также Synergy Art Academy У нас порядка 80% Это люди до 25 лет Мужчин и женщин Кто больше сейчас вот с кистью себе представляет? Скажем так, не с кистью Я же ориентируюсь на нашу аудиторию Больше женщин и девушки 80% Но при этом художников, конечно, все равно Наверное, если посмотреть историю И даже сейчас художников больше мужчин Или просто мужчины больше добились успеха Девушки, приходите учиться, не стесняйтесь Сейчас маленькая пауза Ну, а потом мы поговорим и послушаем еще волшебный смех Елизаветы Не переключайтесь Друзья, Елизавета Фролова Сегодня в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ Директор Synergy Art Academy Мы сегодня обсуждаем, как современному человеку жить в искусстве И как искусство проникает все больше и больше в нашу жизнь Популярность креативных специальностей в наше время Оно становится все больше и больше креативнее И, собственно, это тоже растет Что вы скажете по этому поводу? Так же, как тренд на искусство Есть и тренд на креативные специальности Потому что первое, с чем я сталкиваюсь Почему-то людям кажется, что креативная специальность Это всегда о веселье, о радости И такое... Даже, например, если брать мир искусства Именно художественного искусства Многие представляют себе, что девушка из искусства Она вот работает в галерее И у нее каждый день открытия Фуршеты Все ходят красиво и нарядно Разубедите нас, Елизавета Как на самом деле? На самом деле это очень тяжелая работа Которую выдерживают немногие И вот эти хрупкие девушки Они и сами картины носят И упаковывают И развешивают И расставляют стулья То есть это действительно серьезная И технически эта работа серьезная И интеллектуальная И до этого мы с вами говорили Что все-таки больше художников мужчин Поэтому мужчины Если уж написали картину То помогите ее повесить девушкам Да, поэтому Опять же, труд искусствоведа Любого Это не просто На самом деле это многочасовые Многолетние посиделки в библиотеках Поэтому И до сих пор даже Я, хотя у меня большой опыт уже Большие знания накоплены Все равно регулярно Ты ходишь в библиотеку Ты изучаешь новую литературу Ты покупаешь Ты все время учишь, учишь, учишь Пишешь, пишешь, пишешь То есть это Это серьезный труд Это кажется, что Только о прекрасном Но да Он имеет и другую сторону Если ты умеешь наслаждаться Когда ты искусством Ты знаешь что-то об искусстве То ты получаешь огромное наслаждение Когда ты находишься в музеях Когда ты можешь делиться вот этой красотой Читать символику В общем Плюсов больше Есть и хорошие Есть и не очень хорошие Но в принципе как в любом деле Как в любой профессии Но люди получается Хотят именно этим заниматься То есть Например в промышленности Мало кто хочет К сожалению К сожалению Хотят все больше в искусство Что делать с этим временем? Как вы посоветуете? Идти Если хочется В искусство Я думаю, что если Как себя испытать? Твое это не твое Молодежь, например, смотрит В принципе Понять на будущее Твое или ты Не твое В 17 лет Довольно сложно Как поступить? Я думаю, что если появился Такой порыв Идти, конечно Идти У меня у самой было так Не то, чтобы я сама выбрала И сказала родителям Что я пойду изучать искусство У меня искусство изучала мама У меня второе высшее образование И она сказала Мне кажется, Лиза Тебе стоит пойти Изучать искусство Потому что в любом случае Ты в иконописной мастерской У нас работаешь Ты знаешь, что это и как И, собственно, она меня направила Я не скажу, что я тогда мечтала Стать девушкой Которая пишет книги об искусстве Или строит большой образовательный проект Ну, мы передаем привет Тем девушкам, которые сейчас Которым 16-17 лет Которые думают пойти, не пойти Посмотрите в интернете У вас есть же сайт, скорее всего, да? Да Synergy Art Academy Synergy Art Academy сейчас представляет Как раз вот эти краткосрочные курсы И я скажу так Я в своей жизни постоянно сталкиваюсь С историей о том Как люди приходят в искусство Даже не в 16-17, а вдруг в 30 лет И будучи финансовыми директорами Пройдя вот такой курс Месячный, трехмесячный Полностью меняют свою жизнь Уходят в искусство Начинают изучать Становиться искусствоведами Не знаю, галеристами Строят арт-проекты какие-то Выстраивают То есть Тем, кто, возможно, еще сомневается Думает или появилась идея Вполне вероятно, стоит пойти На вот такой краткосрочный Дистанционный или очный курс Какой сам тест-драйв получается За месяц Ты понимаешь, что твое это Или вообще не твое Хотя я абсолютно уверена Что если человек пошел туда Все, он уже Точно там останется в искусстве Друзья, от них не уйдешь От них не уйдешь Не от нас, от искусства Вы и искусство, Елизавета Здесь в данном случае синонимы Дамы и господа Мы продолжаем общаться И, значит, у меня вопрос Который касается Ну, вообще, искусство Оно вторгается в социальную жизнь Без этого никак Ну и, собственно, хорошо это Не очень хорошо Я думаю, что хорошо Потому что, несмотря на то, что мы обозначили ранее Вот этот тренд на искусство При этом Россия Ну, например, если мы будем говорить о России Россия — огромная страна И арт-рынок Я уж буду такими термины обозначать Ну, а подожди, что такое рынок и рынок Не очень хорошо здесь развит То есть основное Основная вот эта вот Веха популяризации искусства Она идет в столице Да, друзья, что делать С этой ситуацией мы узнаем чуть позже Елизавета остается пока в эфире Страна ФМ Маленькая пауза, после которой мы вернемся Лучшее в стране Дамы и господа Профессиональный искусствовед Елизавета Фролова По-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Итак, искусство вторгается в нашу социальную жизнь Оно вторгается в мегаполисы И не очень-то вторгается, наверное, в маленькие города Населенные пункты Расскажите, как это происходит На самом деле, сейчас уже пошла тенденция По появлению новых биеннали в небольших городах Ну, не только небольших, но и в удаленных, допустим, от столицы Появляется тенденция на развитие местных художественных музеев Есть это Но все равно этого мало У нас страна настолько огромная, что Если сравнивать с каким-то европейским городом, например, или страной И какие там возможности, допустим, в Германии, в той же, во Франции И какие возможности, если брать население как 100%, вот есть ли вот эти возможности у 100%? Нет, они, к сожалению, есть у 10% То есть искусство недоступно в большинстве небольших городов? Для многих, да Потому что оно доступно, конечно, большой плюс, что сейчас многие музеи, библиотеки Стали активно переводить свои архивы в интерактивный формат цифровой Да, но какой бы идеальной ни была картина какого-нибудь художника, допустим, даже несовременного искусства И как бы ты мелко не мог разглядывать все ее детали Все равно рассматривание работы вживую, получение вот этих эмоций вживую в музее, на выставке, в галерее Это два разных полюса Ну какая-то энергетика все-таки от картины исходит, а на фотографии она теряется Плюс картина, она, ну, большая, она может быть 3 на 4 там Да, на фотографии ты можешь изучать Есть, например, такой художник Марк Ротко Это художник, он пишет цветовыми полями Ну, например, оранжевое, красное, желтое То есть вы подойдете, смотрите, или там фиолетово-черный квадрат на зеленом фоне Есть ли переводчик или толкователь этих картин? Конечно, для этого существуют искусствоведы И вот когда люди смотрят на Марка Ротко, все говорят, ерунда какая-то Там три цвета, ну, просто фонарь какой-то Когда люди видят вживую эту картину, я на себе это испробовала Это просто сравнимо с религиозным восторгом То есть ты не можешь отойти, хотя ты до этого видел Пикассо, Дега Всех самых, Мане, Мане, всех самых прекрасных художников Где можно посмотреть его? Я в последний раз смотрела его в Мадриде Музей Софии, да, советую Спасибо, спасибо И что вообще на государственном уровне что-нибудь делается, чтобы ситуацию эту переломить? Все-таки вы вот в этой индустрии понимаете? Ну, во-первых, государство поддерживает арт-проекты Поддерживает арт-проекты Государство сейчас, государственные музеи делают очень интересные выставки И плюс, например, не в том даже, что Третьяковская галерея собрала серовы и устроила огромную выставку А в том, что вокруг этого они сформировали такое информационное поле Что очень много людей об этом узнали Висел себе Серов в Третьяковке Висит сейчас залы пустые, особо там нет толп Но когда была выставка, вот эти многочасовые очереди Они как раз привлекли людей благодаря тому, что государство Третьяковской галереи Сделали вот это хорошее информационное поле вокруг искусства Серова Сейчас СММщики вот так вот друг друга аплодируют Потому что действительно они без социальных сетей Без того, чтобы продвигать себя, получается в наше время очень непросто Даже большим музеем, не то что, скажем, каким-то частным индивидуумом Который занимается искусством Да, безусловно Но я скажу, что все арт-институции такие серьезные Они не зацикливаются на социальных сетях, например То есть они их ведут, но там нет такого ажиотажа, как у блогеров Но это пока Да, возможно, пока Сейчас они все уже туда тоже окунулись, обратили свое внимание Смотрите, тренд на искусство есть Тренд на современное искусство Это модно, это креативно Это все-таки возвышает человека Это развивает человека Понимаете, капелька, капелька Мы с вами сейчас рассуждаем И многие смотрят, слушают страну ФМ И потом, собственно, посмотрят Что же это за непонятное и загадочное современное искусство? Да, ну, в конце концов, это интересно Как мне кажется Дорогие друзья, попробуйте на себе, не оторветесь Друзья, искусствовед Елизавета Фролова По-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Нас могут смотреть профессионалы Но могут сейчас, Елизавета, смотреть и любители Которые, может быть, изучают картины Смотрят разные сайты Да, интересуются, но думают Как бы вот выйти на новый уровень в понимании искусства? Что им делать? Что посоветуете? Прежде всего, идти к нам Да, естественно Куда конкретно идти? Спрашивают люди, сидят с карандашом Да, идти на сайт Синеджиарт Академии Выбирать курс, регистрироваться, проходить обучение Если я с этим часто сталкиваюсь Это нормально, у людей, например, нет возможности финансовой Тогда, первое, практически все сейчас шикарные издания есть в интернете По искусству и по современному искусству в том числе Пожалуйста, ищите Наберите, не знаю, топ-15 книг по современному искусству А у вас нет на сайте список рекомендованной литературы? Нет, мы пока не размещали, но у нас обязательно будет блог в будущем Где мы будем все об этом писать Но, опять же, в Инстаграм можно читать постоянно Мы выкладываем и книги, и фильмы И художников, которые сейчас популярны, непопулярны, дорогие То есть, в принципе, такой лайт образовательный курс у вас идет в Инстаграме Да, бесплатно совершенно Плюс мы проводим бесплатные вебинары периодически Вчера как раз я читала вебинар по истокам современного искусства для всех желающих Было порядка 400 человек Люди совершенно бесплатно Скажите, Елизавета, трансляции в Инстаграме ведете? Где можно тут же в прямом эфире задать какой-то вопрос, например Бывает, и это, да, бывает То есть, на двух страницах я, на самом деле, вещаю по искусству Синеджи-Арт-Акедеми — это общее То есть, там бывает и классическое искусство, и современное Если мы говорим о современном только искусстве То это Элиз, нижнее подчеркивание, арт Элиз-арт Там я вещаю о современном искусстве часто Ну, церковное искусство, думаю Люди и так узнают Если будут две эти странички смотреть, перейдут Вот Скажите, вы наполняетесь каким искусством? То есть, в какие галереи ходите? Что смотрите? Ну, для себя, любимой Вот как-то так, для души Так как я, в принципе, не просто специализируюсь А я действительно горю, люблю Современное искусство и церковное искусство То можно понять, что я посещаю все биеннале современного искусства Я хожу именно в отделы современного искусства Третьяковской галереи Ну, фавориты ваши в современном искусстве? Кто это? Что они делают? Фавориты именно художники, личности? Ну, пусть художники, да Мне, конечно, нравится Марина Абрамович, ее перформансы Я считаю, хотя ее называют бабушкой, но Бабушкой перформансы, но она каждый раз что-то новое открывает А вы попробуйте так, детки, сделать Да, мне нравится Сантьяго Сера Это такое тоже, опять же, художник перформанса, как ни странно Мне Дизайнеры какие-нибудь Ресайкл групп мне нравится Ну, дизайнеры это уже ближе к моде То есть я все-таки стараюсь рекомендовать искусство Потому что я не специалист в моде Чистое искусство, друзья Мы сегодня говорим именно о нем Ну и, конечно, хотелось бы понять, как искусство искусством Но есть-то хочется И вот люди, которые, может быть, горят искусством Думают, а как вообще можно ли на этом искусстве заработать, чтобы прожить Или необходимо трудиться где-нибудь на заводе, а уже вечером что-то вот по искусству Нет, на самом деле, когда я даже поступала в университет Это было давно, в 2001 году Многие были в шоке, мои друзья-одноклассники Потому что для них мое будущее было либо Туманным, да Либо в карьере библиотекаря, карьере в кавычках Либо в карьере смотрителя в музее Ой, друзья, а что из этого получилось? Какие подробности нам расскажет Елизавета? Мы с вами скоро узнаем, потому что сейчас необходимо сделать маленькую-маленькую паузу А потом мы продолжим Не переключайтесь, оставайтесь в компании Страна.ФМ Дорогие друзья, спасибо двумашим Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ Искусствовед Елизавета Фролова по-прежнему в гостях у Страны.ФМ И мы как раз вот сейчас... Узнаю Секреты Хотели бы понять Вот пророчили Елизавете работу в библиотеке Собственно, кофточку Смотрители Музеи Да, принято Но получилось по-другому Расскажите, Елизавета Я могу сказать, что моя личная история, она вообще удивительна и уникальна Потому что я, заканчивая вуз, получила предложение от одного из самых крупных коллекционеров России Не будучи вообще никак с ним знакомой Потому что я была специалистом по арт-деко Которым он увлекался Одним из немногих специалистов И меня забрали сразу в хорошую команду И я получила шикарный опыт То есть тут как судьба сложится Но давайте поговорим о реальности Но чтобы самому ее сложить, надо что-то делать Да, о реальности Что может быть, если вы берете судьбу в свои руки Первое, конечно, получив какое-то образование в области искусства Музы, можете стать искусствоведом Писать книги Это, допустим, небольшой доход Ну, насколько это востребовано? Сейчас востребовано Посмотрите на полки магазинов На первых местах практически всегда лежат книги по современному искусству То есть еще не все написали по современному искусству? Нет, еще очень много можно создать Если вы говорите, что не все написали, значит можно Да, да Второе, можно делать свои арт-проекты Причем сейчас можно искать и государственное финансирование, и частных инвесторов Где искать финансирование, как поступать? Смотреть тендеры Тендеры, это если государственное хотите Искать связи В конце концов, все начинается со связи И людей здесь нет Ходить на форумы Ходить на форумы Ходить на биеннале Например, художники многие говорят Как мне найти своего галериста? А я привожу два примера Первый, это моя знакомая художница Которая писала два года В фейсбук галериста Причем просто писала Комментировала его посты Периодически отправляла свои работы Спрашивала мнения Не навязывалась Через два года он ее пригласил в Москву Выставил на биеннале космоску И потом устроил ей персональную выставку Второй случай Это я сама проверяла То есть ходила по биеннале космоску И пыталась познакомиться с собственниками галерей Прекрасно работает Знакомишься Я на тот момент представлялась блогером Мне было интересно проверить Работает Просто людям нужно, наконец, выйти в общество И начать завязывать эти знакомства Не банальным путем Из серии Продвигайте меня Я такой шикарный Но как-то, в общем, надо подумать В общем, мы это поняли К тому же есть еще академия ваша Да Академия тоже может, в принципе, научить человека Монетизировать то творчество Не только научить Но мы ей даем возможности связи У нас преподают именитые лекторы, галеристы Представители основателей арт-проекта Те самые люди, которых можно искать частно А тут они все И мы потом устраиваем выпускной Где всех знакомим Дамы и господа Заходим на сайт И SynergyArtAcademy Точка ру И понимаем, что Если там есть у нас время Например, месяц, да? Да Как минимум Когда в следующий раз уже набор у вас в августе будет? Сейчас у нас будет курс по современному искусству С 13 августа А 17 сентября мы, например, запускаем опять курс Как заработать на искусстве За сколько по времени вы выкладываете информацию И как быстро курс набирается? Как заработать на искусстве мы продавали 3 дня Продали все места За 3 дня 3 дня рекламы и все Курс современной искусства мы сейчас продаем Уже сейчас стартовали продажи И очень активно заполняется этот курс Ну, соответственно Мы смотрим по наполняемости Обычно за 3 недели где-то, за месяц мы начинаем рекламу курса Лучше не тянуть, лучше так частенько захазывать А лучше подписаться на Инстаграм Где информация Да, там мы будем информировать о стартах О бесплатных разных вебинарах То есть там люди смогут даже без вложений денег Что-то изучать Когда вы, ну, обучаете То есть вы предоставляете всю материальную базу Человек просто приходит с ручкой и блокнотиком Или как это происходит? Вот те курсы, о которых мы говорим Они дистанционные То есть человеку нужен телефон, планшет или компьютер И доступ в интернет Он садится в любое удобное время Смотрит видеоуроки, получает конспекты Списки лекций, задает вопросы Делает домашние задания Кураторы проверяют У нас есть обязательно онлайн-группа Где-то в WhatsApp или где-нибудь еще Где мы ежедневно, ежечасно отвечаем на все вопросы В конце мы... Человек сдает тесты обязательно Получает документ, выпускной Радуемся, знакомимся Документ, что за документ? Документ о дополнительном образовании В области либо искусства, либо арт-бизнеса В зависимости от курса Вот От университета Синергия Дорогие друзья, Елизавета Фролова была в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ Об искусстве благодаря вам, Лиза, мы стали знать гораздо больше И многие люди уже записываются на те курсы, которые благодаря вам сейчас воплотились в жизнь Спасибо, до новых встреч Вам спасибо, хорошего всем дня Дамы и господа, до новых встреч в эфире Страна.ФМ Пока Лучшее в стране